Культ! 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 12.05 в Кирове. Действительно, программа Культ. Поход. Традиционно по пятницам. Это значит, что вас ждут интересные гости и два прекрасных ведущих. Светлана Дождевых. И Николай Голиков. Ну и, конечно же, во второй части нашей программы мы разыграем призы. Так что готовьте и запоминайте номер телефона студии 211-101. Кто у нас в гостях сегодня, Светлана? Ой, сегодня у нас интересный гость. Вот мы представляем Анну Васильеву, режиссер иммерсивного спектакля «Ночь в универе». Мы знаем Анну как режиссера спектакля «Дубровский», тоже иммерсивный спектакль, и актрису Кировского драм-театра. Здравствуйте, Анна. Анна, добрый день. Здравствуйте. Прекрасное название «Ночь в универе». Ну, я говорю, что так, сразу представляешь такое. Хороший хоррор, такой жесткий, да. Что это будет? На самом деле, особенность, да, уникальность этого проекта в сочетании нескольких жанров, да. То есть мы называем это иммерсивная экскурсия, потому что именно экскурсионный больше формат, чем спектакль. И помимо иммерсивности, да, что такое иммерсивное? Это присутствие, погружение, способ восприятия, который, да, создает эффект погружения в искусственно созданную среду какую-то, да. То есть в театре это формат, когда зритель непосредственно становится рядом с происходящими событиями. Мы не смотрим спектакль в театре «Коробки», да, со стороны, как бы с четвертой стеной, а мы находимся непосредственно в гуще происходящего. У тебя актеры на расстоянии вытянутой руки иногда ближе актеры могут поговорить с тобой, прикоснуться, да, и ты можешь им ответить, можешь как-то с ними повзаимодействовать. Есть разные формы взаимодействия, ну, например, personal experience, когда артист играет какой-то эпизод для одного единственного зрителя. Вот, например, находитесь в какой-то локации, только вы и зритель, и артист делает свою работу только-только для одного человека, как будто ты разговариваешь с персонажем. Вот, и в нашем спектакле «Ночь в универе» еще есть особенность, что это, помимо иммерсивности, так называемый сайт-специфик, да, то есть это форма спектакля или перформанса в конкретном пространстве, да, это невозможно сыграть в каком-то другом месте. То есть «Ночь в универе» мы не можем сыграть, ну, допустим, в другом каком-то театре, да, потому что здесь есть… В другом вузе. В другом вузе, да, потому что здесь все основано на истории именно 14-го корпуса ВИАДГУ, да, интереснейшее здание. Да, это корпус, который всем известен как старинный корпус Кировского педагогического института. Это Ленина-Красноармейская угол, да? Ленина-Красноармейская или Ленина-111, да. Это когда-то главный корпус пединститута, зданию уже 200 лет, вот, и поэтому он был насыщен очень многими историческими событиями, и вот на основе них как раз и родилась эта идея «Ночи в универе». Вот, расскажем, когда можно посетить, да, и вернемся к разговору о формате, потому что многие спрашивают и ждут, да, что же такое будет загадочное. Ну, название, конечно, такое своеобразный кликбейт, да, то есть вот на самом деле на хоррор намекает, а потом читаешь вроде как исторический спектакль. А здание действительно историческое, и как минимум, кстати, даже я в нем полгода учился. Да, на самом деле название «Ночи в универе», оно не было связано с каким-то хоррором, со страшной, а шло от фильма «Ночи в музее», когда, помните, да, живали исторические, ну, там какие-то исторические персонажи, поэтому здесь задумка была именно такая, что... Некоторые понимают еще вот это как, знаете, «Ночь в библиотеке» сейчас там, да, вот это есть, да, вот, и думают, что это что-то такое же, значит, приходишь в универ, а там много всяких активностей, веселуха, прочее. Вот такое тоже восприятие названия есть, да, 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 да. Вот, у нас это событие пройдет 30 июня, 1-го, 2-го июля, абсолютно бесплатно, но вход по регистрации. Вот, регистрацию найти достаточно легко, можно просто в поисковой любой системе ввести регистрацию на ночь в универе, и выйдут все основные даты, да, ну, это такие основные моменты, вот, и что же вас ждет? Вас ждет иммерсивный спектакль, и вот Анна уже начала рассказывать о том, что это такое, да, вот, Анна, на вашем счету уже третий, да, это пока получается иммерсивный спектакль. Да, как люди реагируют, насколько вот вообще публика готова к подобным спектаклям, когда она не сидит в зале, а вот ходит в пространстве здания, в общем, какие отзывы встречали? Ой, на самом деле очень интересный вопрос. Я считаю, что такие формы театральные, да, это в первую очередь что-то вроде психологического эксперимента для зрителя, для самого себя. Насколько ты готов взаимодействовать, насколько ты готов открыться этому новому опыту, насколько ты готов выйти из зоны комфорта, потому что отзывы самые разные, как и, наверное, на все остальное в нашей жизни, да, отзывы на все, у всех разное мнение, а кто-то в полном восторге от такого формата, кто-то говорит, что все-таки некомфортно ему, да, я люблю в связи с этим рассказывать, что там я не продавец ортопедических матрасов, я не обещаю вам комфорт, да, но всегда такая форма необычная, это выход из зоны комфорта, да, это, опять же, эксперимент, это какой-то новый опыт, готов ли я к новому опыту, готов ли я следовать за артистом или я хочу, чтобы ко мне пришли и для меня сыграли, да, то есть могут сложиться во время такого спектакля ситуации, когда зритель вдруг оказывается абсолютно один, слышит, что где-то сцена проходит, да, а он не видит, и это выбор твой как зрителя, я пойду за собой, я пойду искать события в свою жизнь, я пойду исследовать дальше это пространство, или мне нужно, чтобы ко мне история пришла сама, да, я вижу в этом очень глубокий, на самом деле, философский смысл такой для твоего какого-то вот внутреннего, для твоего внутреннего роста какого-то, что ли, для меня это такой вот психологический эксперимент для каждого. Ну, я думаю, что можно еще и успокоить тоже, что не потеряется никто у нас в корпусе, вот, потому что действительно у нас здание, это настоящий лабиринт, вот, но никто не потеряется, потому что будут дополнительные буклеты, да, в которых будет описано, куда можно идти, какая сцена там происходит, и будет аудиогид, то есть вот, вот эта любимая фраза, когда приходят на спектакль и говорят, я ничего не понимаю, я там, да, не понимаю, что здесь происходит, тоже эта проблема будет решена благодаря тому, что в наушниках вы можете послушать, что... То есть наушники с собой брать? Да, 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 да очень интересно расскажет, как вообще ставился спектакль, потому что Анна проделала колоссальную работу. Потому что с одной стороны есть исторический материал, истории просто описанные, как к нам приезжал Маяковский, как у нас учились епархиалки. А другое дело, из этой исторической истории поставить спектакль. Мне казалось, что эта задача абсолютно какая-то невыполнимая. А это вы делали? Да, Анна с этим справилась достаточно быстро. Как это делается? И было ли интересно работать с таким историческим материалом? Да, знаете, безумно интересно. На самом деле я сначала... Очень много бывает таких проектов, когда тебе дают какой-то материал, и ты так хватаешь за голову, господи, как это делать? Даже не знаю, называть это вызовом или нет. Для меня это какой-то момент исследования. Поэтому мне, конечно, любопытно. Конкретно в этом случае мне действительно предоставлен был исторический материал. Это какие-то воспоминания, это какие-то тоже части других чьих-то исследований, учёных, историков. И из каждой этой небольшой истории, из каждых каких-то воспоминаний нужно было сделать историю личную, историю такую, чтобы зритель ей сопереживал, чтобы это не было информацией из Википедии, что в этом году было построено вот это, и туда приходили люди, и потом в этом здании они вот это делали. Всё, спасибо, следующая локация. Нужно было найти какой-то конфликт, какую-то драматургию простроить на личных историях, на какой-то, может быть, найти боль какую-то, найти конфликт в каждой истории. И вот этим мы занимались совместно со студентами. Я подготовила инсценировку, примерно подумала, о чём может быть каждая локация. Ну, например, самая, наверное, впечатлившая меня история, ну, они все впечатляющие, но вот одна из каких-то прям у меня поразивших, да, что это же очень старинный особняк, 19 век, и один из первых владельцев особняка этого, он был Платон Репин, да, мы можем имена называть? Конечно. Я не знаю, может быть, может, я спойлерю, да. Но так как это всего лишь одна из десяти, да, наших историй. Из одиннадцати. Из одиннадцати даже, да, наших историй, поэтому вполне... Переживать не стоит, потому что рассказывать о спектакле, это абсурд. Конечно. Мы можем рассказывать сколько угодно, и мы там совсем другое можем понять, увидеть, да? Конечно, конечно, тем более. Это как балет по радио передавать. Советским им передавали балет по радио, кстати. Вы зря смеётесь. Я бы посмотрела. Диктор говорил, на сцену выбегает тот, и там делается тот, и потом просто звучит музыка. Потом вот слово говорит, следующая сцена, там стоят такие, от этого всё. Всё делать. Балет по радио. Звучит, как какая-то современная форма спектакля. Кстати, между прочим, почему бы нет? Это уже будет совсем по-другому восприниматься в современном контексте. Ну, так вот. Да, вот насчёт Репина. Да, да, да. Вот один из этих первых владельцев особняка этого, он был другом местных знаменитых сцельных, Герцена, Витберга, да, там есть история, что он даже Витберга самого потом в Петербурге похоронил за свой счёт. У него там была история с его дочерью Верой, да, то есть вот какие-то очень трогающие, да, трогательные такие вещи, которые нам рассказывают о людях, о живых, не о каких-то названиях, не об исторических датах, да, а именно о жизни, жизни живых людей, скажем так, о их боли, об их чувствах, об их каких-то чаяниях, да. И таким образом у нас особняк как бы оживает за счёт каждой локации, и вот на этом строилась инсценировка, показать, что он живой. На самом деле я могу сказать, что, наверное, в этом спектакле, да не, наверное, а точно, главный герой это здание, это особняк. Такая была задумка изначально. Это понятно даже по подаче, что как бы, ну, опять же, вы никакой тайны не раскрыли, то есть это ни в коем случае. Нет, я думала, могу ли я называть прям вот имена, да, ну, как одно назвали, прекрасно, понятнее же, да? Ну, на самом деле там очень много имён, очень, да, вот за 200 лет, в этом году, вот как раз корпус у нас практически уже исполнилось, да, 200 лет, вот очень много имён было связано, это известные учёные, и известные медики, да, связанные с историей Великой Отечественной войны, это и архитектор, всем хорошо известный, Иван Аполлонович Ирушин, который перестраивал это здание, все эти люди оживут и будут представлены, да? Да, 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 и вот я говорю, самое главное, что мы увидим именно живых людей, которые творили историю в этом спектакле. Кто разыгрывает, кто актёры? Я спрашиваю, делаю вид, что я не знаю. Мы просто забыли сообщить, когда представляли, что Светлана Дождневых, она помимо того, что эту программу ведёт, она ещё автор, руководитель этого проекта, но ничего не верю, поэтому, Светлана, спокойно совершенно. Да, но... Светлана автор идеи. Да, автор идеи, но абсолютно полностью, да, постановкой спектакля занимается Анна, поэтому я с таким же большим интересом сегодня расспрашиваю вас. Но, конечно, мне известно, да, я просто хотела очень подчеркнуть это, что полностью весь актёрский состав это студенты нашего университета. Вот, и Анна с ними работает, я была на репетиции, была просто, у меня можно сказать, что от счастья там слеза выступила, потому что Анна работает с дыханием, с голосом, это действительно разминки, тренировки, репетиции. Вот, и ещё очень приятно было, что именно, ну, как бы, студенты, они таким образом как бы приращиваются к нашему корпусу и к нашей истории, и здесь та же функция такая, не показать всем этот спектакль, а вот даже если никто не придёт, и останутся только 50 человек, которые актёры... Ничего себе трубочки собрали! Да, вот так вот. Вот, уже, уже я считаю, что это очень большое дело мы сделали. Расскажите, Анна, как работать со студентами, какие они актёры? Вот как сделать из студента актёра? Вот я помню, в своё время в Педе всегда был свой студенческий театр, я не знаю, есть ли он сейчас. Есть, в какой-то форме, да. В какой-то форме, раньше был довольно-таки активный ещё, когда авангард был, ДК открыт, они там давали спектакли на сцене, то есть как бы активно работали студенты, вот именно их там обучали, либо Марина Меримсон работала, если не ошибаюсь. Сейчас, насколько я вот как-то не слышу этого. И как можно из студента, ну, сделать, извините, Репина? На самом деле, я обожаю студентов ВИАТГУ. Я работаю с ними уже третий год. Меня третий год приглашают поработать для студвесны, для фестиваля, да, я делаю театральные постановки. Обожаю с ними работать, потому что я вообще очень люблю людей, которым надо, которые заинтересованы, да. И Светлана начала уже об этом говорить, что студенты, они не только исполнители в этом спектакле, они ещё и занимаются, то есть всеми технологиями, звук, свет. Потом опять спойлер, виртуальная реальность. Вы представляете, у нас студенты, нам нарисовали одну из локаций, будет виртуальная реальность. Да, они всё сделали сами. Художник, это всё студенты. Они потрясающие в этом плане. То есть я вижу действительно очень мощную команду молодёжи, на которую можно положиться, на которую можно опереться. Да, и состав исполнителей действительно огромный. Этот год, этот год, это год работы с огромными командами, на самом деле тоже интересный опыт. И тоже вот продолжая мысль Светланы, хочется сказать, что это один из главных, наверное, моих личных месседжей, да, сообщений, посылов, которые я бы хотела транслировать этим проектом, что мы делаем историю, мы рассказываем историю этого особняка, да, этого здания силами и ресурсами тех, кто к этому зданию имеет непосредственное отношение, да. То есть как раз как будто вот это жители этого пространства рассказывают эту историю, которая навсегда останется с ними, в них, и ими же рассказанная, скажем так. Вот. Мне кажется, это невероятный какой-то эффект по какой-то силе философской мысли. Вот я в этом вижу что-то очень мощное. В этом что-то есть такое, да. То есть вы наполняете дом голосами предыдущих вот этих поколений. Я боюсь, что эти студенты, они уже свыкнутся к тому, с тем, что это все здесь есть. Так как вы знаете, в доме там, в фамильном замке, который там 300 лет существует, там уже все знают, кто там живет, да? И вот они будут с ними дальше существовать. Это же интересно. Пойдем зайдем к Репину, опять же, да, там где-то у нас... Идея как раз в этом была. Это прикольно. То есть вы наполнили этот дом такой мифологией, скажем так, которая с ним уже совсем. Да-да-да. И надо сказать, что многие студенты с этим и шли в этот проект. То есть у нас были кастинги, и многие ребята на кастингах прямо говорили, что, слушайте, мы так увлечены историей этого корпуса, а здесь же вот Маяковский, здесь вот епархиальное училище, здесь вот это было, здесь вот это. Мы очень хотим к этому прикоснуться, да? И я еще раз повторю, я обожаю людей, которые хотят, которые горят, да? И это я встречаю вот в ответ от студентов. Это, конечно, безумно вдохновляет, заряжает, и я ребятам за это безумно благодарна. У меня вот такой, через технический вопрос, я смотрю расписание спектакля у меня вот здесь, да? Он коротенький такой. Да, я сказала, что это иммерсивная экскурсия, видимо, именно. Надо пояснить. Именно, да. Почему у нас? Так много времени. Да, формат больше экскурсии, потому что он и короче, и истории чуть иначе драматургически соединены, да? И как бы это маленький спектакль-экскурсия, скажем так. Наверное, так точнее будет, да? И действительно у нас сколько? В 3-4 захода. У нас 4 захода, да? Теперь такие технические моменты озвучу, как руководитель проекта, который занимался именно вот такими вещами организационными. Дело в том, что вход в сам спектакль будет идти с 7 вечера до 9 вечера. Но для того, чтобы у нас, ну, как-то было распределить время захода на спектакль, мы установили 4 времени входа. Это 19.00, 19.30, 20.00 и 20.30. То есть важно зайти в корпус в своё время. А дальше вот идёт уже психологический... Да, вы заходите в корпус, а он живёт. А он живёт, да. И уже вот дальше, как тебе комфортно. Если тебе это всё нравится, ты ходишь и гуляешь, и, главное, до 9 часов выйти, либо, ну, как-то это быстро, или погружаешься. Можно просидеть, наверное, в церкви нашей, которая будет создана... Можно просто два часа просидеть в церкви. В виртуальной реальности, да. Всё рассказали. Приходите. Да. Поэтому мы распределяем именно потоки людей. А сами, значит, мини-вот эти истории, да, они будут повторяться, разыгрываться через полчаса. То есть вы можете одну сцену даже просмотреть несколько раз, если останетесь дольше. Да, это история о том, что я люблю говорить, что у театра нет границ, в том числе даже, когда жанр, казалось бы, вот иммерсивный, да, ну, как мы себе представляем. Вроде бы ограничено. То есть, ну, артисты что-то ходят по пространству, да, они у тебя не... Из портера ты на них смотришь, а вот они на расстоянии вытянутой руки, да, но есть тоже здесь разные формы. Есть форма, что у нас единое, допустим, действие часа на 4, ты заходишь в 7 вечера, да, и там в 10 выходишь, да, смотришь эту там длиннющую историю, ну, можно выходить, попил, пришёл, вернулся на историю, посмотрел, да, ты гуляешь сам свободно у нас. Есть вот этот тайминг, да, который озвучила Светлана, и ты можешь ходить, возвращаться, какую-то локацию изучать подробнее, можешь прийти, отсмотреть все истории подряд и уйти, а можешь остаться в особняке и изучать его дальше, да, можно остаться вообще на какой-то одной локации. То есть это, ещё раз повторяю, нет границ, это абсолютно свобода какая-то, да, и этим тоже для меня, вот как для такого, для моего внутреннего исследователя этим формой привлекает. Ну, это правда, интересно такое ощущение, то есть вот особняк, он живёт, ты в него заходишь, ну, вот как вот я могу зайти в действующий универ, да, зайти в одну аудиторию, в другую, там что-то везде происходит, я могу зайти в одну и уйти на улицу, да, здесь также мы заходим, только там не, ну, там также студенты, только другим чем-то занято, да, и то есть мы приходим в некие живущие, такое пространство, живое пространство, сколько мы в нём хотим, столько находимся. Да, всё верно. Всё очень интересно, да. Поэтому вот я почему и спросил, что здесь, кстати, получится, вы, это время входа. Это время входа, да, для того, чтобы развести людей. Всего у нас, получается, 600 открыто, как-то билетов, так скажем, хотя мы не продаём билеты, у нас свободный вход, 600 мест, вот, и регистрация до сих пор ещё открыта. Ну, вот на 30 июня, я знаю, что уже все места заняты, а вот 1-2 июля ещё можно успеть зарегистрироваться, пожалуйста, регистрируйтесь, вот, и приходите, можно с детьми, ну, постарше, да, у нас ограничение 12+, потому что у нас есть история одна, связанная, да, с, ну, ни с чем таким страшным, никто никого не убивает. Ну, если бы страшно, тогда было бы 16 или 18+. Да-да-да, я маркеры изучала. Вот, да, не будем раскрывать, да, что у нас такое там... Да, не будем раскрывать, но я хочу дополнить, да, что просто, наверное, для зрителей младше 12 лет не очень удобный формат, как бы вот и всё. То есть здесь необходимо же ещё, видите, не потеряться, есть всегда такой момент, не потеряться, не потерять себя, не потерять ребёнка, вот это всё. Ну, я думаю, что если там ребёнку 11 лет, он пришёл там с мамой или с папой, то есть страшного не будет, это совершенно нормально. Да-да-да, конечно, конечно. И многие родители, наоборот, с удовольствием приходят, такого рода вещи, чтобы дети вот именно подрастали уже. Да, я считаю, это правильно. Ну, это ограничение является информационным, если родители берут на себя ответственность за своего ребёнка, конечно, мы только за. Главное, чтобы, да, там не пришёл маленький совсем один ребёнок, который будет хватать наших актёров. И потом искать его по всему этому курсу, да, лабиринтом без опознавательных знаков. То есть у вас получается примерно вот на один день порядка 200 человек, да, планируете? Да, 200 человек, вход в один день. В четыре захода, да. В четыре захода, да. То есть по 50 где-то человек, вот условно говоря, вот группа... Не условно, а это так и есть. 50 человек на каждое время, всего 200 человек, всё чётко. Да, но тот, кто зашёл в первый заход, он может там до девяти бродить. Ну, получается, да, что есть небольшое преимущество, да, но если, конечно, так... Ну, так нормально, хорошо, контактная такая хорошая группа, 50 человек. 50 участников, 50 гостей. Нет, на самом деле я же изучала иммерсивные спектакли в других городах и специально ездила на такие спектакли, да, приступая к работе. И как-то я вот для себя сделала вывод, что, наверное, 50-60 — это вот оптимальное число, но зависит, конечно, ещё от пространства, от площади, да. Ну, вот я ездила, допустим, на один спектакль в Казани, там было 80 зрителей, я сделала вывод, что 80 всё-таки многовато, да. То есть где-то очень сложно разглядеть, что происходит, да, где очень маленькие, допустим, помещения. Поэтому вот оптимальное, мне кажется, число зрителей. Ну, вы, это не первый раз, не ваша, не первая, это его иммерсивная постановка вот именно. Получается, что да. Так что это опыт тоже есть. Да-да-да, ну, я просто ещё раз хочу сказать, что я очень прямо готовилась и смотрю всегда, и слежу за тем, что новое появляется. Я очень рада, что в Кирове начали появляться и другие, не в моём исполнении, иммерсивные спектакли. Вот, я, правда, безумно рада за город. Вот сейчас мы уходим на рекламу, и после рекламы напоминаем, что будет розыгрыш призов. Культ, 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 культ. Продолжаем нашу программу. Это действительно культ поход. В студии по-прежнему Светлана Дождевых. И Николай Голиков. И в гостях у нас Анна Васильева, режиссер иммерсивного спектакля «Ночь» в универе. Ну, мы также знаем ее как режиссера спектакля «Дубровский» 16+, и просто как прекрасную актрису Кировского драматического театра Анны. Еще раз добрый день. Добрый день. И очень важная информация. Телефон нашей студии 211-101. Почему она важная? Потому что у нас скоро начнется розыгрыш. Да, и у нас очень много призов. Мы, как всегда, разыгрываем пригласительные билеты в кинотеатр «Смена и дружба». Также пригласительные в Вятский художественный музей на выставку «Новая степь» художника Зарикто Доржиева, ограничение 6+. Также на выставку «Виктор Воснецов. Точка притяжения А», ограничение 0+. Пригласительные в галерею «Прогресса» на выставку Георгия Булдакова «Столкновение», ограничение 12+. И пригласительные билеты в Вятскую филармонию на концерт солистки Вятской филармонии Ирины Беляевой «Счастье – это ты» 28 июня в 19.00, ограничение 0+. Также разыгрываем книги от магазина «Читай город», Трейси Шевалье «Тонкая нить», ограничение 16+, Ася Володина «Протагонист» 18+, Владислав Крапивин «Мушкетер и фея», ограничение 6+, Ирина Дегтярева «Степной ветер», ограничение 12+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город», в торговых центрах «Театро», Крым, торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганской и ТРЦ «Фестиваль». Хорошая, большая призы книжки, просто чудо. Люблю очень книги, вот новая, да? Красота. Да, да, красота. Красота. Даже подержать в руках, к сожалению, только подержать. Смотрите, какие странички зелененькие. Давайте разыгрывать. Я знаю, что Анна приготовила вопросы для наших радиослушателей. Пожалуйста, первый вопрос. Да, первый вопрос, связанный, конечно же, с сюжетом нашего спектакля. Итак, в каком году в Кирове выступал поэт Владимир Маяковский? Без вариантов ответа. Без вариантов ответа. Я думаю, что это достаточно легко найти. Может быть, кто-то даже знает, кто-то застал. И это, кстати, очень важное событие было. А кто не застал, приходите. Все, у нас есть уже желающие ответить. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Валентина. Валентина, да, наша постоянная слушательница Валентина. Валентина, да, наша постоянная слушательница Валентина Нурш. Маяковский, когда он первый раз выступал в Кирове, да? Да. В Вятке, тогда еще Вятка была. Тогда еще была Вятка. Ну, это, наверное, где-то в 30-х годах. Чуть-чуть не 30-й год. В 30-х годах его уже не было с нами. Ага, чуть-чуть не 30-х, да? Ну, значит, чуть-чуть раньше. Давайте мы, Валентина, вам дадим варианты... Валентина, все-таки давайте вот, ну, поточнее определимся, да. Потому что я знаю, что Маяковский был, это я давно знаю. Итак, давайте я вам дам три варианта ответа. Это 1927-й, 1928-й или 1929-й? 28-й. О, Валентина, наконец-то, ура! Вы точное попадание просто в яблочко. Действительно, 3 февраля 1928 года Маяковский выступал у нас в корпусе. И именно благодаря этому событию он сейчас является объектом культурного наследия. Да скатись. Валентина, да, выбирайте ваш приз. Или редактору вас передать? Я лучше к редактору. К редактору. К редактору. Передаем редактору. Да, действительно, отлично. Вот благодаря этому событию, как я уже сказала, да, наш корпус стал объектом культурного наследия. Может быть, кто-то еще, да, мы не упоминали об этом. Посетить стоит только еще потому, что это действительно такое историческое здание. Так, и следующий вопрос, Анна. Да, и следующий вопрос с подвохом. Прямо по лицу видно, что с подвохом. Да, я стараюсь. В какой обуви лучше смотреть иммерсивные спектакли? Итак, мы вас всегда приглашаем на наш иммерсивный спектакль «Ночь в универе», который пройдет 30 июня, 1-2 июля. И вот в какой обуви лучше прийти смотреть нашу профессионального зрителя иммерсивного спектакля. Тем более, что мы довольно подробно рассказали об этом спектакле, легко догадаться. Ну, давайте попробуем. У нас уже есть ответ. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, здравствуйте. Если вопрос с подвохом, то, возможно, босиком. Нет, ну, не настолько. А был иммерсивный спектакль, я смотрела в бахилах, я помню, в Театре Ермоловой в Москве в 13-м году. У меня хранятся бахилы эти до сих пор. Вот, ну, наверное... Ну, смотрите, давайте решим так, что босиком, в принципе, это тоже удобно. В принципе, да. В принципе, удобно. Ну, какая еще удобная обувь есть, Наталья? Давайте подумаем еще. Тапочки. Домашние. Ну, как-то вы же не придете к нам, да, в домашних тапочках. В чем придете? А если убегать от актеров придется? В красовках. В красовках, конечно. Ну, в общем, все правильные ответы, мне кажется, мы услышали сразу. Да, ну, конечно, конечно, кроссовки лучше всего подходят, потому что придется ходить. Ну, еще босиком надо тоже подумать. Можно, можно. Наталья, обычно выбираете билеты в кинотеатр, сегодня не меняйте свой выбор. Ну, давайте. Не будем менять свой выбор. Нет, ну, мы можем передать вас редактору, да, пожалуйста, определитесь. Да, будьте любезны. Пожалуйста. Вот. Это наш такой просто добрый совет, чтобы прийти лучше действительно в удобной обуви, в каких-то кроссовках, не на высоких, конечно, каблуках, потому что они, наверное, еще и звук дополнительный, да, будут создавать, там, да. У нас же там есть свой звуковой фон, вот, и надо будет ходить. Будет задействовано два этажа нашего корпуса, поэтому, ну, такое расстояние. Да, придется ходить, придется где-то, может быть, постоять, посмотреть, остановиться, да, поэтому, конечно, я всегда смотрю на таких спектаклях, на зрительниц, вот, на высоких блогах, и думаю, что они совершают подвиг. Потому что, ну, надо сказать, я пока вот Дубровского делала, мне кажется, я так бегала по лестницам, пока репетировала, бегала, бегала, я похудела на 6 килограмм. Вот так, видите, как полезно. Это еще, оказывается, сходить, можно заменить посещение иммерсивного спектакля. Тренировку. Да, тренировку можно заменить. Тренировку заменить. Да, тренировку иммерсивным спектаклям, да, но тогда, если прийти в семье, быть там до 9, да, то, наверное, да, но точно не на высоких каблуках уже. Да, я думаю, что мы успеваем задать еще один вопрос. Конечно, у нас есть пять минут еще почти. Сориентируйтесь, ага, тогда вот Анна показывает на меня, что могу задать вопрос я, я задам... Так вы сегодня гости, я так что, ваше право. Да, вопрос задам легкий, мы часто так делаем, когда мы проговариваем какую-то информацию в первой части передачи, да, и потом... Вопрос на внимание. Да, вопрос на внимание. Наш корпус очень много раз перестраивался, да, он настоящий лабиринт, а кто его перестраивал, какой архитектор последний раз в 1937 году была совершена эта перестройка, и вот какой очень известный наш архитектор занимался реконструкцией нашего корпуса? Прекрасный вопрос. Вариантов ответа давать не будем. Вот, уже есть телефон, так что... Добрый день. Алло. Алло, вы на связи, добрый день, как вас зовут? Здрасте, Александр. Александр. Ну, назовите нам фамилию архитектора, который в 1937 году перестроил наш вуз. Архитектор Чарушин. Абсолютно, абсолютно правильно. Вы знали? Или на удачу? Видите, как люди даже не гуглят. Александр, абсолютно правильный, конечно, ответ. Это архитектор Чарушин, ваше право выбрать приз. К редактору. К редактору. У нас сегодня главный приз – это редактор. Вот. Две минутки у нас осталось, совсем немного. Давайте еще раз просто проговорим, когда и что и где будет. Да, важные моменты. Чтобы люди могли сориентироваться, зарегистрироваться, тому и прочее. Давайте еще раз расскажем. Итак, 30 июня, 1-2 июля в Вятском государственном университете в 14-м корпусе по адресу Ленина 111 пройдут показы иммерсивного спектакля «Ночь в универе». Вход на спектакль будет свободным, но необходима регистрация на конкретное время. Эту регистрацию достаточно легко найти, можно просто в поисковой системе вбить «Регистрация Вят ГУ Ночь в универе». И там выйдут позиции, которые свободны. Вот я точно знаю, что 1-2 июля еще свободны. И вы можете зарегистрироваться. Вам будет присвоен номер. И вы будете, главное, запомнить время своего входа в пространство. А что мы увидим, Анна, сможет ли в двух словах? Потому что самый частый вопрос, а что там будет? Я даже очень много отвечаю личных сообщений, мне пишут, Светлана, а что там будет? Мы опять же к тому, что рассказать по радиоспектакль мы не можем. Но мы же как бы анонсировали, что это иммерсивный спектакль об истории старейшего корпуса. Да, основанный на истории 14-го корпуса. Когда этот корпус нами как бы заговорит о своих воспоминаниях, о своих каких-то историях самых ярких. И это все действительно пройдет в формате такого иммерсивного спектакля «Променада». Вы сможете воспользоваться аудиогидом, а сможете погрузиться в историю. Да, вот еще важный момент. Возьмите с собой наушники. Важный момент. Потому что это будет очень полезно, удобно. И заодно не заблудитесь. Это точно. Всех ждем к нам в гости. 14-й корпус, старейший корпус нашего университета. Спасибо большое, Анна, что пришли. Спасибо вам. Удачи вам со спектаклем. До свидания. Культ поход закончен. До свидания. Культ поход. Культ поход. Культ поход. Субтитры сделал DimaTorzok